Все хорошо со звуком. Всех рада приветствовать. Сегодня тема нашей встречи семейный бизнес под ключ. Меня зовут Алена. Кто-то меня уже знает, кто-то может быть первый раз видит. И я сегодня поделюсь опытом, как вы можете позволить себе создать свой семейный бизнес под ключ без финансовых вложений, без головоломок и нервотрепки традиционного бизнеса. Я поделюсь с вами опытом, как это делаем мы уже более четырех лет активно и получаем отличные результаты. С Иваном мы входим в топ-20 предпринимателей России. Оборот в бизнесе более 360 миллионов рублей в год. В нашей команде более 100 предпринимателей с доходами от 30 тысяч рублей в месяц. Как это возможно, я в течение ближайших 20-30 минут вам расскажу и в конце отвечу на все вопросы. Да. Ну поехали. Мы сотрудничаем с компанией ООО «РФМ Косметикс». Это компания-гигант рынка. Компания международная. Я думаю, что не нужно много рассказывать. Совершенно логично и понятно, что если мы сотрудничаем с той компанией, в которую вкладываются инвесторы, акции, которые за последний год в несколько раз выросли на стокгольмской фондовой бирже. И та компания, с которой сотрудничает не только очень большое количество потребителей, но и по данным в России около 10 тысяч индивидуальных предпринимателей. Те доходы, которые я озвучила, совершенно логично понятно, что это не доход с продаж по каталогу. Мы занимаемся немножко другой деятельностью, о которой я сегодня вам расскажу. Почему лично мы пришли в этот бизнес с супругом? Есть несколько основных пунктов, которые бы я хотела выделить. И если наши ценности в жизни, наши приоритеты совпадают, могу сказать совершенно точно нам по пути. Во-первых, мы искали доход официальный, доход пассивный, либо резидуальный. Кто не знает, что такое резидуальный доход, это когда ты поработал какое-то время или приобрел, допустим, недвижимость, сдал в аренду, и ты зарабатываешь деньги, не работая. То есть ты что-то создал. Я думаю, любой адекватный человек хотел бы иметь, например, дальше я буду про это говорить, 10 квартир, которые сдал в аренду, зарабатывает по 10 тысяч, и, соответственно, он уже не греет себе голову, когда уходить на больничный, когда уходить в декрет. Доход у него поступает, даже независимо от того, работает человек или нет. Кому интересен пассивный доход, поставьте плюсики, пожалуйста. Не требуют финансовых движений, вложений, капиталовложений. Мы свой бизнес создали без рубля вложений, чему очень рады, конечно же, и что прокачиваем в обществе. Человек, который хочет жить лучше, чем живет, добиваться каких-то более высоких результатов, может это делать и без рубля вложений. Простые действия, надежная компания-партнер, бизнес честный. Для нас было это важно, потому что по жизненным приоритетам мы и любим общаться с честными людьми, и искали для себя такую сферу деятельности, в которой можно никого не обманывать, а быть честным и открытым для других людей, для государства, ну и, наверное, для себя в первую очередь. Качественный продукт, да, мы как потребители, я как потребитель уже 6 лет продукта, да, я знаю, какой у меня личный результат, то есть мне полностью косметика нравится, устраивает, да, косметика, средства гигиены, витамины, правильное питание. Путешествие, бизнес по наследству и, конечно же, время. Потому что время на данный момент, я думаю, в любое время, это самый ценный ресурс. И когда мы делали выбор, либо ходить на наемную работу и 8-9 часов в своей жизни дарить работодателю, да, быть винтиком в чьей-то бизнес-системе, либо же распоряжаться самостоятельно своим временем, конечно, у нас приоритет пал в сторону семейных ценностей и времени, которые мы можем уделять себе, своей семье и своему ребенку. Пойдем ближе, перейдем ближе к делу. Четыре направления сотрудничества есть. Первая возможность. Компания, компания Арифлэйн интересует прибыль. Представьте себя в роли владельца какого-либо бизнеса, любого предпринимателя, любого крупного предпринимателя интересует товарооборот. То есть, чтобы люди пришли, купили либо продукт, либо какую-то услугу. Любой нормальный бизнес строится на этом, и прибыль берется не из воздуха, а от создания товарооборота. И Арифлэйн дает несколько возможностей для организации товарооборота. Первое, быть просто покупателем. И про эту возможность все знают, как и возможность продажи по каталогу. То есть, покупатель у нас получает дисконт от 20%, плюс киски подарки. Человек, который работает с каталогом, ну, доход 1-10 тысяч в месяц, знаю, кто и больше зарабатывает. Доход сравним с наемной работой. Работаешь, деньги есть, не работаешь, денег нет. В качестве дополнения, если, допустим, в вашу организацию приходит человек, которого доходы выше не интересуют, бизнес строить, он не готов, он может приносить на работу каталог и зарабатывать дополнительно 1-10 тысяч рублей. У него, допустим, кредит или ипотека 20 тысяч в месяц. Дополнительно не напрягаясь, ему эти деньги будут не лишние. Следующая возможность. Менеджер оформитель скотных карт. Доход 10-40 тысяч рублей в месяц. Доход небольшой, тоже сравним с наемной работой. В чем смысл? Если вы зайдете на Яндекс.Аналитику, вы увидите, какое большое количество людей хотят купить косметику. Можете прямо сейчас зайти и посмотреть. Соответственно, люди хотят что-то покупать, люди уже где-то покупают. Менеджер просто оформляет дискотные карты, регистрируя в свою структуру, в свою систему. И компания платит процент созданного товара оборота. Неважно, где менеджер находится, в России, в Беларуси, если компания есть, отлично. Потребители у него могут приходить с абсолютно разных городов и стран даже, 42 страны. Они делают сами где-то покупки, менеджер ничего в пакетиках не приносит, продукты не дает, продает компанию. Менеджер получает процент с группового товара оборота, потому что благодаря ему пришли люди в компанию и делают какие-то покупки. Чем занимаемся конкретно мы, про что я буду подробнее рассказывать? Я буду говорить про крупный бизнес, потому что мы пришли изначально на эту возможность, мы пришли на организационную деятельность, организаторскую деятельность. Доход от 50 до 500 и выше 1000 рублей в месяц зависит от амбиций каждого конкретного человека. Потому что кому-то достаточно 100 тысяч, он чувствует себя комфортно, классно. Кому-то 500 маловато, допустим, как нам, поэтому мы развиваемся дальше, увеличиваем свой доход. Буду рассказывать именно про это. Каким образом? Хотела бы начать, чтобы было проще понимать, начать со сравнения с крупного бизнеса на примере традиционного. Возьмем магазин Ашан. Все знают, ребят, поставьте плюсики. Есть сеть по стране у нас, сеть магазинов Ашан. Ну, либо какую-то другую сеть. Я почему-то проще, да, все его знают, привожу пример. Представьте себя на должности человека, который все это дело замутил. И, естественно, логично, что вы, как руководитель, как организатор, не родились таким человеком, у которого сразу там тысяча магазинов по стране. Мы начинали с чего-то одного. Научились организовать процесс в плане доставки, логистики, бухгалтерии, наем сотрудников и так далее. Это традиционный бизнес. Я думаю, каждый немножечко представляет, да, деятельность организационного характера. Когда мы учились управлять какой-то одной точкой, банк захотелось увеличивать свой доход. Что нужно делать? Открываем еще точку, находим руководителя, обучаем его делать то же самое, что имеем мы. Он работает, развивается самостоятельно. Мы открываем вторую, третью, десятую и так далее. То есть готовая бизнес-система. Какой результат получает человек, у которого тысяча магазинов Ашан по стране? Напишите, пожалуйста, в чате. Поделитесь. То есть что человеку? Ему нужно думать о том, куда-то устроиться на работу. Если пошел в декрет, нужно ли задумываться и вообще идти оформлять декрет? Если хочется или показания, допустим, от врача, родителям или ребенку жить на море, потому что воздух необходим, там соленый, влажный, морской. Задумывается ли человек о том, чтобы пойти отпроситься с работы? То есть доход есть по силам. Бизнес-система работает на вас. И она приносит свободу в действии. Как в плане финансовой, так в плане свободы во времени. То есть человек может полноценно уделять семье, у него работают люди, да, в его организации. Вот я всегда говорю так. Результат от нашей деятельности, конечный, именно такой, свобода в действии. Отличие от традиционного, там нужны деньги и большие деньги. Деньги и, возможно, даже супер какие-то мозги развитые, да, чтобы что-то замудить такое крупное, выйти на рынок. Действия примерно одинаковые, дальше расскажу. Результат идентичный, даже у нас, наверное, нервотрепки меньше, да, потому что в традиционном бизнесе все-таки там один магазин погорел, тебе нужно что-то решить, вопрос какой-то, да, у нас такого нет. Дальше, с чем еще можно сравнить нашу деятельность, результат? Пассивный доход на примере инвестиций. Покупаете квартиры, я про это уже говорила, сдаете в аренду, купили там 200 квартир, сдали в аренду и вообще не заморачивайтесь о том, где брать деньги и где брать время на свою семью. В чем тоже камень преткновения? Нужны деньги на это. Многие, большинство в России, тех людей, которые проживают, они на свою-то недвижимость берут ипотеку и выплачивают 40 лет, не говоря уже о том, чтобы купить и сдать ее в аренду. Я не говорю про какие-то частные случаи, ребят, я говорю про среднестатистическое население, каким являемся мы с Иваном, когда мы пришли в бизнес. То есть нам хотелось жить хорошо, жить свободно, но не было денег на то, чтобы что-то открыть, что-то замутить, как говорится. Поэтому мы выбрали сетевой вид бизнеса, направление крупный бизнес, каким образом мы строим свою организацию, каким образом вы можете построить свою бизнес-систему. Шаг первый. Что делаю я, как руководитель и чему обучаю? Я нахожу кандидата, которому нужны время и деньги, которому интересно. Ну, то есть кандидата любого человека. Может быть, это моя подружка, может быть, это человек с сайта Авито. Если вы откроете, проанализируете, сколько миллионов людей ищут работу, ну, мягко говоря, офигеть можно. Потому что еще в стране кризис в том числе, и людей, которым интересны деньги, их огромное количество. Шаг второй. Я даю информацию про то, как можно зарабатывать деньги, сотрудничая с Арифлэмом. То есть, как это делаю я. Шаг третий. Если человек говорит, нет, мне это неинтересно, я не хочу вникать, не разобрался. Ну, неинтересно, неинтересно, до свидания. Понадобится все-таки не на словах деньги. Приходи, я тебе научу, расскажу. Если человек сказал, да, мне интересно, что я делаю с ним. Я учу делать то же самое, что и я. Учу функционалу, как назначить встречу. Как провести встречу, да, дать информацию про бизнес. Ну, как запустить партнера в бизнес. Рассказать про свои ошибки, да, что бы я ни делала, если бы я была новичком. Потому что я уже прошла этот путь. Вот я сейчас с вами делюсь опытом, как строится этот бизнес. Мне ни капли не напряжено. Я ни капли не делаю чего-то там сверхъестественного, сверхуникального. Сижу, ну, допустим, дома, потому что у нас работа дома, офиса у нас нет. Хотя, как бы, есть возможность, ну, нам не нужен офис. Да, мы можем работать из дома. Ни капли не затруднилась. Это моя работа. Что происходит дальше? Есть Юля. Юля мама двух деток. Да, когда мы задаем вопрос, кому актуальны будут бизнес-возможности доход и время, возьмем Юлечку. Юлечка у нас из Ярославля. У нее двое деток, она химик. Молодая семья, у них есть ипотека. Когда я спросила, Юль, вам интересно закрыть ипотеку на 20 лет раньше? Интересно с семьей больше времени проводить? Юля сказала, да, мне это интересно, расскажи, что нужно делать. Я нашла Татьяну, или Татьяна нашла меня. Татьяна менеджер инженерной компании, мама в декрете. Я говорю, Танюш, тебе актуален доход, как можешь ты больше зарабатывать? Да, актуален. Отлично, давай расскажу. Нашла Игоря, или Игорь нашел нас. Игорь предприниматель в традиционном бизнесе. Также певец, очень классно поет. Я говорю, Игорь, ты еще не устал традиционного бизнеса? Да, устал, у меня там куча долгов. Хочу как-то вот, хочу начать жить лучше. Актуально про деньги узнать? Актуально. Поставьте плюсики, у кого есть такие знакомые, ребята, вот есть в окружении, да, люди, которым нужны деньги. Я показываю конкретно реальные примеры вам. Татьяна и Михаил, Танечка, мама в декрете, Михаил, сотрудник ОВД. То есть сейчас они, конечно, уже предприниматели, да, все в нашей команде. Ребят, вам актуален доход, там, от 50 тысяч в месяц и выше? Актуален. Окей, давай дам информацию. Дала информацию. Светлана и Сергей из Барнаула в водяной компании работают, да, тоже, Светочка, мама в декрете, двое деток. Ребят, вам актуально, как молодой семье, узнать про деньги информацию? Да, актуально. Татьяна, предприниматель, тоже, точно так же, да, есть свои какие-то заморочки в традиционном бизнесе. Татьяна, вам актуально узнать информацию про то, как можете зарабатывать деньги? Актуально. Вот это первый наш шаг, вот это наш функционал. Вот сложно, я думаю, ничего сложного. Найти человека, которому нужны деньги. Вокруг их огромное количество, обыкновенные люди, которые хотят что-то поменять в своей жизни, улучшить. Что происходит дальше? Я, например, живу в Москве, ну или в Барнауле, да, я на флайд просто в Москву поставила. Все те люди, которым я дала информацию, живут абсолютно в разных городах. Воронеж, Барнаул, Нижний Новгород, Каменный Абийск, Анкетербург, Ярославль. То есть, понимаете, да? Нет привязки географической к тому, чтобы люди прям были вот именно в вашем городе. Что происходит дальше? Откуда теперь берутся деньги, да? Я, когда пришла в компанию, мне рассказали про бизнес, сказали, ты можешь розничный магазин сменить на свой интернет-магазин Арифлейн. Я говорю, могу. Посмотрела на это с двух позиций. Первое, как потребитель. Я раньше была, ребят, феей Литуаля. То есть, я считала, что чем выше качество, чем выше цена, тем выше качество. Ну, я не знала, не вникала и не разбиралась в том, что магазин Литуаль платит дикую аренду за подсветку софитов. Ну, никто не отдает косметику, там, мыло, шампунь по себестоимости. Если это розничный магазин какой-то, не Литуаль, да, куча посредников. То есть, чтобы купить продукт напрямую с завода, никто не продаст, потому что там продают большими объемами. Я как потребитель разобралась, зачем я буду переплачивать, когда я могу покупать в Арифлейн напрямую со скидками и качество выше, потому что я разобралась там, где заводы у компании, какие исследовательские центры и так далее. Могу. Посмотрела с точки зрения потребителя и посмотрела с точки зрения предпринимателя. Если мы приходим строить бизнес, какую-либо, откроем мясную лавочку, хлебный магазин, совершенно нелогично, если это адекватный предприниматель, ходить конкуренту, где девайся напротив и что-то покупать. Человек будет потребителем в своей сфере, да, в своем магазине. Так вот, что произошло дальше? Если мы возьмем данный Росстат, средний чек на человека в России 1000 рублей. Верит кто-то в это, не верит, хочет, кто-то не хочет, зарабатывает в бизнесе, люди не зарабатывают. Это факт, это уже происходит, происходило, происходит и будет происходить. 1000 рублей на человека, то есть на мыль на рынку, средний чек. Если мы возьмем семью, мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, дядя, там сестра, брат, семья покупает на 6000 рублей. Вот, можно спорить, можно не спорить, это факт, куда-то эти деньги каждый месяц относятся. Если мы создаем команду, все партнеры, которые к нам приходят, мы говорим, моя семья стала лояльным потребителем, мы покупаем в Арифлэй, мы не ходим в магазин. Вы можете это сделать? Татьяна говорит, да, могу, Света Сережа говорит, да, можем, нам какая разница, да, там почитали, пришли, посмотрели, о, там, допустим, Юля с Александром, а мы еще здорового в жизни ведем, то есть мне интересно, там, вес снизить, да, у нас есть, там, витамины и волосы. Да, прикольно, можем покупать. Что произошло? Семь человек в команде, да, включая меня, создали товароворот для компании, 42 тысячи рублей. Вы, как тот человек, который вот это все сделал, компания вам заплатила примерно 2-3 тысячи рублей. То есть компания пришла прибыль, компания с вами поделилась. Если возникли какие-то, да, сомнения, типа, а вдруг не заплатят, ну, если компания хотя бы раз кому-то не заплатит, соответственно, вы будете дальше продолжать эти действия? Ну, не будете, да, в смысле, да, меня обманули. Компания 50 лет на рынке, соответственно, ей выгодно получать свою прибыль, и она готова частью прибыли делиться с теми партнерами, которые помогают ей получать свою прибыль. 2-3 тысячи рублей, немного, да, ну, для начала, учитывая, что финансового положения ни рубля нет, уже неплохо, потому что в традиционном бизнесе берут там кредит 2 миллиона, и 3 года его еще отрабатывают, и дай бог, в плюс, видите, многие не выходят, да, загибаются. Что происходит дальше? Шаг 2. Таня, Игорь, Татьяна, Света, Сережа сказали, а нам тоже интересно, как можно 2-3 тысячи рублей заработать? Вот как ты это сделала, расскажи. И я говорю, повторяйте мои действия, то же самое, что делаю я. У вас есть в окружении 6 человек, которым нужны деньги? Да, есть. Что получилось? Групповой товарооборот команды уже составил 258 тысяч рублей. То есть доход примерно 30-40 тысяч рублей с этого товарооборота. И у каждого из партнеров, за то, что они организовали, тоже тут свой доход. Неплохо, да, я такой быстрый, укороченный вариант показываю вам. Шаг 3. Хотим зарабатывать больше. Все ребята посмотрели и сказали, блин, ты 30 тысяч заработал, я тоже хочу, что надо делать? Вы рассказали тоже самое. Они повторили ваши действия. Создался групповой товарооборот уже 1 миллион 554 тысяч рублей. Доход примерно с этого товарооборота 150-200 тысяч в месяц. То есть, понимаете, в компанию приходит товарооборот, компания готова делиться прибыль. Деньги из воздуха не берутся. Что дальше? От чего зависит доход в бизнесе? Вот вопрос вам. Есть Маша, Маша директор, она начала бизнес в 2010 году. Пригласила Ивана. Иван в ее организации, да, начал бизнес в 2016 году. Иван пришел позже. Я люблю задавать такой вопрос, чтобы на этом этапе какие-то, ну, глупые стереотипы, чтобы они улетучились. Да, потому что по факту получается как. Кто зарабатывает больше? Ответьте на вопрос. Маша, которая пришла раньше, или Иван, который пришел в 2016 году? Ну, ответьте. Иван, ага. Урабатывает тот, кто работает. Иван, одинаково. Не зависит от того, кто пришел раньше. Да, ребят, на самом деле, вот следующий слайд. Неважно, кто пришел первый. Доход платится больше тому, кто обучил большее количество предпринимателей. Доход зависит от количества выращенных предпринимателей с доходом. Один директор вашей организации, его доход 30 тысяч рублей. Ваш доход от 10. То есть его от 30, ваш от 10. То есть как будто однокомнатная квартира, да, купили, сдали в аренду. Только здесь мы вложили знания в человека, как строится бизнес, да, помогли ему разобраться. Я здесь на слайде Евдиславраста, у Марии, там должно было стоять, да, у Марии два директора, два предпринимателя в команде. А Ивана шесть. Соответственно, Иван пришел позже, но объем работы сделал больше. Потому что у него амбиции больше. Соответственно, он будет зарабатывать больше. Если в его команду через пять лет придет человек, который научит 12 предпринимателей, поможет им зарабатывать деньги. Он пришел позже, да. У него будет больше дохода. То есть понимаете. Пойдем дальше. Подвожу такой коротенький итог. Что дает компания-партнер? Производство, исследования, новинки, каталоги, логистики, бухгалтерии, доставки, реклама, звезды и так далее. Деньги, бонусы. То есть это зона ответственности компании. То есть 90% она делает за нас. В наш функционал предпринимателей что входит? Проведение собеседований, либо бизнес-встреч. Информационная коммуникация партнерам. Вебинары, чаты, рассылки. И обучение партнеров проведению бизнес-встреч. То есть вот это входит в наш функционал. Не сложно, если разобраться. Поехали дальше. По срокам рассказываю. Адекватные сроки уже практически выхода на директора, то есть вращивание предпринимателей в нашей команде. 4-6 месяцев активной работы доход примерно 30-40 тысяч рублей. 6-12 доход 50-100. И 12 и более 100-500 и более. То есть уже зависит от амбиции. Когда мы берем человека, новичка в свою команду, наша задача довести его до дохода 30 тысяч рублей. Потому что на этом уровне человек может уже 100% управлять своим бизнесом. Он умеет делать уже там практически все для того, чтобы зарабатывать деньги и увеличивать свой доход дальше. Он может научить, он может показать путь и помочь своим партнерам. Какой результат? Давайте плюс 3-5 лет вперед возьмем. Вы индивидуальный предприниматель. Доход по упрощенной системе налоговобложения. Процент с доходом мы платим государству. Доходы только белые. Компания крупная. Черных зарплат в конверте абсолютно нет. Независимо от уровня. У вас доход, допустим, 600 тысяч в месяц. Товарооборот у вас 50 миллионов. В организации у вас будет 90% потребителей, 10% организаторов. Почему так? Наш бизнес это не какое-то чудо света. В любую сферу человек, когда приходит, ну, например, в спортзал. Пришло 50 человек. Сколько человек ушло с результатом с кубиками на прессе? Ну, я думаю, не все. Почему? Потому что нет терпения и так далее. Человеческий фактор. Пришло на юридический факультет, поступило 500 человек. Сколько человек стали профессиональными, там, нотариусами, судьями, юристами и так далее. Здесь то же самое. Все люди, которые к вам приходят, они поделятся на несколько типов. Первый вариант скажет, ой, не хочу разбираться, ой, так у вас, не знаю, все запутано. Нет времени, да, мне проще, там, ходить на ее работу, стабильно, но 10 тысяч зарабатывать. Не хочу разбираться. Ну, не хочет, не хочет. Покупать тоже не хочет. Ушел, все, до свидания. Никто не уговаривает. Второй тип людей скажет, ну, я бизнес не хочу, но я буду пользоваться. Потому что я так и так косметику покупаю, со скидкой мне выгодно. Начали покупать, да. Кто-то сказал, я с каталогом могу работать. И всего 10% тех людей, которые точно так же дальше будут повторять действия. Проводить собеседование, давать информацию про бизнес, спускать в бизнес, давать информационную коммуникацию, как и в любой другой сфере. В команде у вас будет 200 партнеров примерно, предпринимателей с доходами на 30 тысяч рублей. Премии в долларах, акту премиум класса, конференции за границей и так далее. То есть это бонусы, плюшечки дает компания для мотивации своим партнерам. Российская компания у нас что, да, мотивирует, штрафы дают. Здесь у нас стиль управления шведский. То есть компания, руководство у нас шведское. Соответственно, они используют не метод кнута, а метод пряника. Хочешь поехать на конференцию, да, там, перевыполни план. Хочешь автомобиль? Пожалуйста. То есть это мотивация для партнеров. Многие спрашивают, а что вот если я буду делать, 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 и у меня там все развалится. Вот представьте вот такой результат. В вашей команде там больше 200 партнеров, да, которые деньги зарабатывают. Несколько тысяч людей, которые экономят семейный бюджет, пользуются качественным продуктом, там, вес снижают, здоровье поддерживают. Вы не сможете уже взять и сказать, так, друзья, вы на наемную работу идете, вы обратно в магазин и так далее. То есть, понимаете, это нелогично. Результат, он с определенного уровня, он фиксируется. Потому что те люди, которые приходят в вашу команду, они приходят зарабатывать деньги для того, чтобы вы зарабатывали. Они ради своих целей сюда приходят. Поехали дальше. День предпринимателя хотела коротко рассказать, как у нас, да. Подъем без спешки, то есть не по будильнику, во сколько хочется, во столько и встаем. Конечно, планку себе ставим, там, часов по 11 проснуться. Проверить чаты, написать какой-то информационный пост, ответить на вопросики, дать ссылочку на обучение. Потом, допустим, ну, у меня на тренировку еду, обед, организация потока людей в бизнес. То есть, там, бизнес-визитки, резюмешки, либо, там, встречи со знакомыми. Интересуют те люди, которым нужны деньги. Я даю им информацию. Дальше время на себя, на семью, там, малыша с садика забираем. Какой-то пост социальные сети выставлю, да, как там прошел день, например. И вечером проведу вебинар, проведу собеседование, проведу планерку. Иногда человек, когда не разобрался, говорит, ой, это не мое. Хорошо, вот рабочий день. Ничего уникального, ничего сложного, комфортный график, который подстраивает сам под себя. Если не твое, тогда что твое? По будильнику там вставать? Ну, большинство населения, не все там по будильнику встают. А что? Потом пенсия? Жизнь, то есть, по стереотипам общества? Ну, если такой расклад жизни твой, я не могу помочь человеку. Если нравится жить свободно, да, и хочется, вот так, да, в комфортном графике, то есть смысл разобраться, даже если на первом этапе что-то непонятно, то есть это нормально. Кто помогает? В нашей команде огромное количество наставников, менеджеров, директора, топовых предпринимателей. Обучение вебинарное, онлайн, пожалуйста, записи, да, ссылки, коуч-центр, сейчас он у нас будет обновлен, да, будет upgrade. Планерки, личные встречи, корпоративы, конференции, да, вопрос, ну, это спустя 2-3 года упорной работы. Ну, есть кто и через год, да, комфортный такой график выстраивает. Что такое 2-3 года? Ну, можно вот так вот взять, я говорю всегда, отмотайте свою жизнь на 5 лет назад. 5 лет назад прошло как один миг. Что поменялось в жизни? Ничего. Время и так пойдет. Будут директора, будут топовые лидеры в команде, да, появляться. Люди будут здесь делать звания, делать результаты. Хочешь ты, не хочешь, веришь ты в это, не веришь. Вопрос, кто будет этим человеком? Ты, либо кто-то другой. Либо ты и кто-то другой. То есть понимаете, да, время, оно так и так пойдет. Просто маленькие ежедневные систематические действия приводят к большим результатам. Так же, как и снижение веса, правильное питание. Невозможно один день не попить Кока-Колу и стать здоровым. Ну, если ежедневно отказываться, да, заменять там водичкой, заменять правильным питанием, в итоге приходишь к результату. Здесь то же самое. Поехали дальше. Немножечко уже подходим к концу. Я бы хотела еще про квадрат денежного потока рассказать. Всем рекомендую прочитать эту книгу Роберт Киосаки «Американский инвестор, миллионер, миллиардер». Он не в сетевом бизнесе, он в своей сфере инвестиций больше, да, зарабатывая деньги. Он разделил людей, способы заработка на четыре типа. Левая половина квадранта и правая половина квадранта. Левая половина квадранта, в ней находятся 90% людей. Они зарабатывают 10% мировых денег. В правой половине квадранта 90% денег и 10% людей. Наемные рабочие – это доход активный. Ходишь на работу – зарабатываешь. Не ходишь – не зарабатываешь. Даже если у тебя офигенная зарплата была, там, 500 тысяч месяцев, ты какой-то крупный руководитель. У тебя подошел возраст, тебя выгнали, ну, или уволили, да, мягко говоря, поставили какого-то своего родственника на это место, и все, ты был королем, ты был крут, но все-таки ты не зависишь, да, твоя жизнь и твоих руках. Второй квадрант – это предприниматели. Любят называть себя бизнесменами, но отличие от бизнесменов в том, что предприниматель, он не имеет свободы. У него открыт один ларючек пивной, он не может уехать на полгода на море, если ребенку сказали, что надо носиком дышать, потому что у него разворуют это все, да, что-то случится. Если это сектор правая, то есть правая половина квадранта, это сектор бизнесменов и инвесторов, это люди, у которых есть свобода. Инвестор может быть необязательным человеком, который деньги вкладывает. Если у вас мега-креативный мозг, вы написали книгу, например, «Гарри Поттер», да я думаю, там дети и внуки, они уже там полностью финансово обеспечены и могут заниматься любимым кобби, независимо от заработка денег. Вообще этот вопрос, я думаю, меня интересует. Что отличает людей, вот кто сортирует, ответьте на вопрос. Всем хочется быть в квадранте, то есть в правой стороне квадранта. Жить свободно, не заморачиваться про деньги вообще, там, ипотеки, кредиты. Кто, вот кто-то свыше указывает, так, ты будешь наемным рабочим, а ты будешь инвестором. Вопрос, да, кто это решает, кем будет человек, от чего зависит, в какой стороне квадранта находится человек. Помогайте. Сам, конечно же, сам человек решает, как ему мыслить. Если у наемного сотрудника у него приоритеты, стабильная работа, пусть я буду зарабатывать 10 тысяч, но стабильно. То есть он боится сделать какой-то шаг, он боится глобально посмотреть на жизнь, да, он боится делать какой-то шаг. Инвесторы, вот, допустим, не инвесторы, а бизнесмены. Вот бизнесмен, он даже может зачастую зарабатывать меньше, чем предприниматель, но у него есть главный ресурс – время. Допустим, он не сам там в ларечке делает всю работу, да, организует, а открыл несколько и нанял туда людей, которые занимаются этим. Он может зарабатывать меньше, чем предприниматель, так как делится прибылью, но у него есть время на семью. То есть правая половина квадранта – это те люди, которые ценят свое время. И нашу сферу я всегда к сектору инвестиций отношу, потому что я взяла человека, вложила свои знания в него, он дальше пошел самостоятельно развиваться, расти, строить бизнес, и я получаю свои дивиденды за вот эту деятельность, не за денежные, да, не за финансовые вклады. Ну и, соответственно, те доходы, которые мы получаем от бизнеса, мы еще и их инвестируем, да, потому что источников дохода должно быть несколько. Несколько золотых курочек. То есть пусть это будут акции, пусть это будут какие-то вклады ценные, бумаги, либо та же недвижимость. То есть в нашей команде есть обучение еще и, то есть партнеры могут поделиться, как они это делают и куда вкладывают в том числе. Пойдем дальше. Вот про реалии, да, когда человек говорит, ну что-то я сомневаюсь, как-то вот, вот не знаю, даже надо мне это или не надо, очень простую табличку можно нарисовать, да, про время мы уже немножечко затронули сегодня. Левая картинка – это жизнь обычного человека, так живут 90% населения. Было 5 лет человеку обеспечивали родители, да, не зарабатывал. 25 лет закончил двух, ну в среднем 15-20 тысяч начал зарабатывать, в 35-ти какую-то карьеру сделал. Могут быть доходы и выше, да, ребят, я вот показываю, как у большинства. Есть частные случаи с доходами выше. Ну, допустим, в 35 лет 30 тысяч рублей зарабатываем, 35-60. Вышел на пенсию, доход резко упал, как будто у него потребности ограничились как-то, да. Ну вот так у нас в стране происходит. Это стандартный расклад жизни. Как происходит у нас? Время месяца я расписала и доход. Доход зависит, конечно, от амбиций. Да, первое время человек так потихонечку, вот первая моя заплата 96 рублей была, да, потом 2, потом 10, потом 50. И дальше как происходит? Ты можешь либо этот уровень поддерживать, уже может быть и полноценно не работая, либо увеличивать свой доход. И доход, в принципе, постоянно растет. Даже если он где-то припал, ты знаешь, что делать, чтобы его восстановить. Вот, пожалуйста. И на данном слайде я сделала личный отчет от компании, то есть сделала, заскринил. Начиная с 2013 года, с 9 каталога. Сейчас я возьму карандашик. Видите, у нас ОП, это объем продаж, то есть товарооборот групповой. Total bonus, это доход. В 2013 году мы стартовали, один из первых каталогов, когда мы стартовали, доход был 2259. Дальше мы активно работали на протяжении этого времени. Видите, что если отмотаем год вперед, через год в 9 каталоге 2014 года, доход уже был 29 тысяч рублей за 3 недели. Если возьмем еще год вперед, 2015 год, 9 каталог, уже доход был 144 тысячи рублей. Товарооборот 5 миллионов 700. Если отмотаем еще год вперед, да, 9 каталоге 2016 года, 255 тысяч рублей. Ну вот по итогам 17 каталога 380 тысяч рублей за 3 недели. Вот перспективы. Кто-то это время, вот я знаю, да, знакомые у меня есть, кто ничего не делал в бизнесе. У них время и так, и так прошло. Чтобы так доход на доемной работе поднялся, ну, это нереально. То есть, понимаете. И итог я такой подвела, когда люди говорят про то, что, ой, это время нужно, да. Вот за 3,5 года в Арифлэм у нас, я посчитала все бонусы, все плюшки, то есть у нас заработано 13,5 миллионов рублей. Если бы мы работали на доемной работе, время бы так и так прошло. Но в нашем Алтайском крае 20 тысяч рублей, мы бы такой доход заработали за 53 года. Пожалуйста, сравнивайте. Что нужно сделать сейчас, если интересно? Первое, получить пакет информации с пошаговой системой обучения. Лично связаться с человеком, который пригласил в компанию, который дал ссылку. Получить инструменты и технологии проведения встреч. Выделить 1-2 часа в день изначально, да, если получается больше, будет круто. И начать самое главное. Потому что сидеть и ждать можно долго. Можно смотреть кучу красивых картинок, мотивирующих роликов. Но пока ты сам не начнешь делать, у тебя иллюзия красивой жизни, она так и будет в голове иллюзии. Не наступайте на наши грабли. Мы с Иваном 2 года сидели и катали вату. Действовали неактивно. Вот. Мы жили в иллюзиях. Мы мечтали о том, что когда-то жизнь изменится. И мы очень долгое время прокатали вату. Поэтому включайтесь с самого первого дня. На каждом этапе спонсор, наставник, он поможет. Будет не получаться. Сфера абсолютно новая для каждого человека. Вот напишите, ребят, кто по профессии сегодня на вебинаре? Какая профессия в жизни у вас? Ну или на данный момент, чем занимаетесь? Повар, экономист, техник, бухгалтер. Отличный. Спасибо. Ой, сколько много бухгалтеров. Программист, железнодорожник, инженер, учитель в декрете, инженер-конструктор, студентка. Очень здорово. Вот новичок, когда приходит в бизнес, он думает, что вот так ему должно все просто сейчас дастся. Одному-двум провел собеседование, они отказали, все, бизнес стал. Ребят, вот как и любая другая, да, вы педагог. Я не педагог, у меня нет даже образования. Если я приду, и вы мне один день покажете, что вы делаете, у меня получится стать профессиональным педагогом? Нет, конечно. Опыт. Опыт нарабатывается. Здесь точно так же. Но в отличие от традиционной сферы, что здесь всегда есть люди, которые тебя поддерживают. У нас командная работа. Если что-то не получается, спонсор-наставник всегда рядом. Я говорю, да у меня тоже так было, потому что мы этот путь прошли. Здесь намного проще, и сроки, конечно же, достижения успеха, они намного сокращаются, в отличие от традиционной жизни, от традиционной сферы жизни. Поехали дальше. Сейчас вот после того, как мы обычно проводим встречу, кто-то, у кого-то есть вот определенно какие-то такие мысли, даже можете поставить в чате. Я не смогу, это не мое, вообще нет времени, сомнительно, подруга пробовала, не получилось, а что покупать надо, да, гарантия дохода. Надо подумать. Это совершенно адекватные вопросы на данном этапе. Я сейчас подробно не буду на все эти вопросы отвечать. Я всегда говорю так. Если у тебя есть цель в жизни и ценность семейных отношений, времени и плюс дохода выше, чем может предложить рынок кто-то, вот с этими, со всеми вопросами ты разберешься. Ты поймешь, что это твое, потому что, ну, не может быть мне мое, у человека доход 500 тысяч рублей в месяц. Не напрягайте. Я с вами общаюсь, это моя работа. Ну, ни капли ни трудно, ничего сложного я не сделала. Физически даже не работаю, только пушка принимает чай. Все. Помогать людям, давать информацию. Никого не уговаривать, а давать информацию, как человек может жизнь изменить, пожалуйста. Обмана нигде никакого нет, да. Гарантия дохода, пожалуйста, налоги платим. Можно в личный кабинет к любому директору, я думаю, да, и ко мне в том числе зайти посмотреть. Невыгодно компании будет никому-то не заплатить деньги. И так далее. Поэтому с этими, со всеми вопросами можно разобраться по ходу. Всегда, когда первую встречу проводим, я вот помню сама, я ничего не поняла. Рассказывали про деньги, рассказывали про миллионы, я вообще ничего не поняла. Пока не начала разбираться, пока не познакомилась с теми людьми, которые реально в этом бизнесе зарабатывают. Это реально живые люди, ничем не отличаются. Я вот такая же, у меня две руки, две ноги, двое уши, один род. Просто мы в этой сфере разобрались и научились строить этот бизнес. Ваши вопросы будут совершенно, да, актуальны. Было бы нелогично, если бы приходил человек, каждый, услышал про возможности и с бешенными глазами сразу поверил в этот бизнес. Но это, наверное, из разряда психически, может быть, неадекватных людей будет. Любой нормальный человек, у него всегда будут сомнения, вопросы и возражения на первом этапе. Но если есть цель, разобраться можно со всем. Подводные камни, практически последние у меня слайды, они есть. Нужно много работать. Нужно работать много головой. Нужно отдаваться людям, да, помогать людям. Потому что пока твоя команда, твои партнеры не заработали, ты сам, собственно, не заработаешь. Нужно любить людей. Человек с какими-то плохими качествами, там, какой-то обманщик, например, глобный человек. Ну, эти люди сразу у нас быстренько отсеиваются. Они нам не нужны в команде. То есть работа над собой, да. Вот самый главный подводный камень. И последний у меня слайд, вопросики приготовьте, если есть сейчас. То, что думают по поводу сетевого бизнеса люди, которые уважаемы в целом мире и имеют результаты в каких-либо других сферах. Например, Дональд Трамп, да, что он говорил? Когда его спросили, что вы сделаете, если вдруг потеряете все, он ответил, я займусь сетевым видом бизнеса. Все засмеялись. На что он ответил, именно по этой причине я сижу здесь, а вы находитесь там. Поэтому я сама такая была, после того, как я узнала про бизнес-возможности, я побежала к знакомым с бешеными глазами и сказала, я миллионы буду зарабатывать, что вы думаете на этот счет? Естественно, у меня покрутили у виска. И это совершенно логично, потому что эти люди являются профессионалами в какой-то своей сфере. Если вы хотите научиться готовить борщ, вы идете к повару, спрашивайте у него советы, а не к стоматологу. Если вы хотите научиться зарабатывать деньги, спрашивайте советы у тех людей, которые зарабатывают деньги в данной сфере. Вот, у меня информация вся.